Гомельская 27-я средняя школа працует в обычном режиме, хоть некоторое нововведение, связанное с суперэпидемичными мерами, всё же таки есть. Одразу на уходе стенд с информацией, которая может быть корыстной для наученцев и их родителей. Плюс постоянная уборка всех поверхностей с дезинфицирующими сродками. Усим школьникам опрацовывают руки, причем работают это наставники при уходе в установку. ГТД сродок не утромливает спирт, а тому безопасны для наученцев. Перед первой и второй сменой обрабатываются в кабинетах поверхности парт, поверхности стульев и скамеек. На пищеблоке вся посуда моется в вирулицидном режиме. Перед входом в обеденный зал и во всех санузлах дозаторы с жидким мылом, и мы решили нашим учащимся напомнить, как правильно мыть руки. Конечно, ограничены массовые мероприятия, какие-то экскурсии учащихся. Усе наставники у школы носят маски, и повинны обовязково заховывать режим их змены. Отповедный расклад можно убачить у наставницкой. Что тычется школьникам, то постоянно выкористовывать маски им не рекомендуется. Администрация гарантует обеспеченное осяродье. Разом с тем, коли батьки потребуют, как дети их носили обовязково, супрать никто не будет. Одинная просьба – научить школьников правильно корыстаться масками. Практика свечет, что отповедные правила ведают далеко не все, что тычется наполняльности классов, то в 27-й школе у понеделок яна складала 30%, зараз 35%. На думку наставников, простый день гэтая лишь бы повеличится до 98%. Батьки могут принять любое решение, але кальяны супрать наведывание установы повинны написать ответную заяву и дослаць, например, про звайбер. Что тычется гурткоу, то их работа протягивается. Не спыняется и работа столовой. Харчевание бесплатное. Сё не, например, у меню крабовый салат, макароны с колбасками, компот с яблок и кекс. У перопынках обовязковое опроветривание помешканью. И такая статистика. Зараз наибольше высокая наполняльность у старших классов, где необходимо будет сдавать экзамены, и у молодших. Батьки не рискуют покидать малых дома без нагляда. Мне нужно ходить на работу, и поэтому мой ребёнок пошёл в школу. Второй момент. Я опрашивала нескольких детей, и они сказали такие слова, что родители были на работе, ключики нам дали. И когда родители ходят на работу, то они ведь не видят, что делают дети дома. Они выходят на улицы, они там контактируют неизвестно с кем. И это более опасно, нежели ребёнок в школе, там, где проходит дезинфекция, всё обрабатывается. Поэтому чётко знаю, что он в безопасности. Подчас протяглых каникул наставники имкнулись протягнуть научальный процесс дистанционно. Тому отповедный в опыту 27-й школы есть. Разом с тем тут лечить, что это не самое лепшее выезде. Уреште задача школы не только дать необходные веды, а и научить детей жить в громадстве. Мы освоили приложение Дискорд. Пятая-11 классы проводили поддерживающее занятие с приложением Дискорд. Начальные классы использовали Zoom, Skype. Ну, то есть, в принципе, это возможно. Но, подчёркиваю, ни одно дистанционное обучение не заменит прямого общения ученик-учитель, ученик-ученик. Алексин Цюроу, Сергей Нигаревич, Валерий Гапанько, тылера, дэокампания, Гомель.